Друзья, всем привет! Начнём с Харьковского направления. Волчанский участок с южной стороны ВСУ пытаются перебросить резервы через реку Волчи, а также контратакуются стороны Тихого. Немного снизилась интенсивность атак в районе многоэтажек. Скорее всего, противник поистрепал живую силу, а новая ещё не добралась. Также продолжают наращивать группу с восточной стороны Волчанска. Оператор БПЛА Лансет сообщил, что Киев стягивает технику ко второму и третьему эшелону обороны на Харьковском направлении. Это может быть частью подготовки ВСУ к контрнаступлению. Мы к этому готовы и заряжены нейтрализовывать эту технику, пополнять наш видеоряд применений, сказал он. В районе многоэтажек активность в ВСУ не наблюдалась. Общее продвижение российских сил на Волчанском направлении до 300 метров. На Липцевском направлении в СРФ отбита контратака ВСУ численностью до 50 человек при поддержке двух БТР в районе населённого пункта Глубокое. Противник проводит разведку боем и за прошедшие сутки сосредоточил усилия на восточном фланге Волчанска. Командование ВСУ ждёт удобного момента для ввода в бой ударной группы своих сил, но пока не может найти слабое место в обороне группы «Север». На Авдеевском фронте ВСРФ пробует зайти в Карловку, но закрепиться пока не удаётся. По неподтверждённой информации, большая часть группы ВСУ отошла из Яснобродовки, западнее. ВСРФ зачищают село. Севернее ВСУ контратаковали в Новопокровском. Безрезультатно основная оборона ВСУ сконцентрирована в Новоселовке-1 из Соколи, и ВСРФ эту оборону взламывает. В Соколи тяжёлые бои, почти без продвижения. Немецкий журналист Рёбки отмечает, что после взятия Новоселовки-1 из Сокола, перед ВСРФ откроется оперативный простор. Ещё севернее, после контроля Новоалександровки, ВСРФ вышли к воздвиженке северо-западнее. Это село последнее на пути к трассе, соединяющей Константиновку и Покровск. Когда ВСРФ её перережут, снабжение ВСУ в час авиарии начнёт испытывать серьёзные проблемы. Ещё выше есть небольшое продвижение и Калинова. Российские силы забрали несколько опорных пунктов ВСУ. Артёмовское направление. В микрорайоне канал ВСРФ оказывают огневое воздействие на засевших в многоэтажках частей противника, которые работают по российским наступающим дронами. ВСУ всё ещё удерживают западную часть районов, которую на бронетехнике доставляют живую силу и вооружение через оставшуюся переправу канала. Армия России отвечает ТОСами, артиллерией, также отрабатывают на участке авиации. Есть продвижение ВСРФ и в районе Калиновки и Богдановки. Российские силы продавливают оборону ВСУ в сторону канала. В микрорайоне час авиара идут жёсткие бои. Большая его часть за армией России, но продвижение очень медленное и тяжёлое. Российским силам пока не удаётся изолировать группы ВСУ от основной части города. У них сохраняются переправы для ротации и снабжения. Сообщают, что ВСРФ организовали сеть пунктов воздушного наблюдения со средствами ПВО для более системной и эффективной нейтрализации дронов ВСУ. Южно-Донецкое направление, Времевский выступ, сообщается об активном штурме центра урожайного. ВСРФ при поддержке бронетехники и танков вчера ближе к вечеру зашли в центр населённого пункта и продвигаются вперёд. Противник отступает на северную окраину посёлка. На Донецком направлении в Красногоровке ВСРФ продвинулись в центре города ещё примерно на квартал. Сопротивление ВСУ по-прежнему очень плотное. В Георгиевке и Поросковиевке завершается зачистка. ВСРФ готовятся к атакам на Максимилиановку. В Константиновку армия России всё ещё не входит. Улучшают позиции. В Невельска мощные встречные бои. ВСУ яростно контратакуют. Но ВСРФ военные рубежи держат. Купенское направление армии России прорвалось к окраинам Песчанки, наступая в Харьковской области. В ходе наступления на Купенском направлении группа сил Запад расширила зону контроля, продвигаясь за Ивановкой и Котляровкой, а со стороны Кахмального российские подразделения продвинулись к окраинам Песчаного. Генштаб ВСУ сообщает, что на Купенском направлении российские силы провели 7 атак вблизи Синьковки, Песчаного и Степной Новоселовки. И еще две атаки продолжаются, говорится в сводке ВСУ. За ночь российские системы ПВО сбили меньше БПЛ, чем обычно, но большинство в тыловых регионах. Четыре дрона уничтожены на пути к Новолипецкому металлургическому комбинату. И еще два сбиты в Воронежской области, где немало военных и промышленных объектов. В свою очередь российские ВКС нанесли очередной подряд ракетного удара по авиабазе ВСУ в Миргороде, а также по пункту размещения личного состава ВСУ в Селидово. Франция же заявила о том, что к сентябрю первая партия пилотов, способных управлять F-16, будет готова. Где-то к этому времени Киев ожидает первую партию самолетов этого типа. Однако, на всякий случай, представители ВСУ начали разгонять тему, что не стоит ждать от F-16 мгновенного эффекта, потому что летчикам надо будет освоиться в воздушном пространстве Украины. Отмечается, что французские военные решили сократить сроки обучения пилотов, уменьшив объем программы. Подготовка теперь должна продолжаться 6 месяцев, а не полтора года. В соцсетях расходится мнение о том, что пилотам нужно будет привыкнуть не столько к самолетам, сколько к Украине, потому что за такой срок качественно переучить пилотов для управления американскими истребителями нереально, и будут ими простые киевские парни Смиты и Джонсы. Лавров был прав, Зеленский на себе прочувствовал полный провал. Формула не стала спасением. Политик Олег Царев, оценивая первый день саммита в Швейцарии по стране Украины, констатировал этот полный провал. Еще до мероприятия формулу Зеленского сократили до трех гуманитарных пунктов, а в начале конференции вовсе все наперебой говорили только о России. Еще до этой встречи в Бюргенштоке министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это мероприятие между свободчиком, и он оказался прав. Формулы не хватило. Несмотря на громкие заявления о том, каким грандиозным должен был быть саммит по Украине в Швейцарии, мероприятие потерпело фиаско. Как отметил политик Олег Царев, в Швейцарии случился полный провал. Мало того, что более 100 стран из 160 приглашенных отказались от участия в мероприятии. В числе отказавшихся президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Лула Дасилуа, а также представители Кувейта, Ирана, Египта и других стран России приглашение Швейцария не направляло. Как ранее высказался по поводу саммита глава Митроссии Сергей Лавров, мероприятие больше является между собой. В качестве основы для дискуссии безальтернативно заявлена совершенно пустая, никчемная, тупиковая формула мира Зеленского, замечал министр, добавляя, что главы МИД Китая Бразилии говорили о том, что важно искать новую основу для продвижения урегулирования, которая должна быть приемлема обеим сторонам. Примечательно, что даже эту формулу мира Зеленского пришлось урезать перед саммитом. Партнеры сократили формулу с 10 до 3 пунктов, оставив там только гуманитарные условия. В соцсетях и вовсе откровенно смеются над исполняющими обязанностями президента соседней страны. В первый день саммита интернет-пользователи, вместо того, чтобы в очередной раз слушать пространные речи парня в хаке, подсчитали, сколько он шмыгает носом. В соцсетях ролик, на котором он побил мировой рекорд по количеству шмыганий носом во время пресс-конференции на G7 в Италии, стал вирусным. Дискуссия по ложному следу. В продолжение темы о конференции нельзя не добавить, что прогноз о провале для Зеленского в Швейцарии давали не только в России. Американские аналитики подчеркивали, что саммит станет лишний раз подтверждением нежизнеспособности минного плана Киева. Выдвинутые Киевом условия на самом деле совершенно нежизнеспособны, даже в кавычках изначальных переговорных позициях. Говорится в материале, и даже если Украина согласится на переговоры, Россия наотрез их отвергнет. В свою очередь президент России Владимир Путин четко дал понять позицию России относительно междусободчиков Швейцарии. Конференция по Украине в Швейцарии представляет собой еще одну уловку, чтобы пустить дискуссию по ложному следу и обозначить видимость легитимности киевских властей, сказал он на встрече с руководством МИД. Кстати, именно на этом заседании глава России озвучил то, что сколыхнуло западных ястребов. Президент России предложил мирный план, следуя которому все может быть завершено. Данный план предполагает выполнение ряда пунктов, вывод сил с территории новых регионов России, отказ от плана вступить в НАТО и в целом нейтральный внеблоковый безъядерный статус соседней страны. По сути, Запад будет вынужден на этой швейцарской конференции как-то ответить на это мирное предложение России. Каким был ответ коллективного Запада, предугадал учредитель Царьграда Константин Малафеев. Они, конечно, ответили отказом. Как они это сделали с письмом Путина накануне известных февральских событий в январе 2022 года. Однако после этого будет непонятно, зачем это вообще мирная конференция созывалась, если мирное предложение от России существует, но не рассматривается. Разговоры только о России. Примечательно, что отсутствующий гость настолько заполнил все информационное пространство в кавычках «мирного саммита», что игнорировать это было невозможно. Политик Олег Царев указывает, что едва ли не каждый спикер лишь и говорил, что на обсуждение необходимо было пригласить Россию. Цитата. «Полный провал конференции в Швейцарии. Это определенно отличается от ожиданий Зеленского, который продолжает грезить, как представить России некие предложения после одобрения международным сообществом». Президент Швейцарии заявила, «Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России не мыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны». Канцлер ФРГ в свою очередь добавил, что необходимо вовлечь Россию в диалог. По-настоящему мира по Украине нельзя достичь без России. Президент Кении Россия должна быть за этим столом. Главами Турции саммит Швейцарии мог быть более результативным, если бы Россия принимала в нем участие. Главами Саудовской Аравии. Любой заслуживающий доверие в процесс также требует участия России. Он добавил, что саммит Швейцарии приведет к этому. Глава МИД Мексики обсудила с президентом Швейцарии важность подключения России к мирным переговорам на основе устава ООН. Следует сказать правду. Чью правду? Вице-президент США Камала Харрис попыталась перебить повестку, утверждая, что предложение России о мире – это вообще не то, что стоит обсуждать. Точнее, не то, что желают слышать США. На днях Владимир Путин внес предложение, однако следует сказать правду. Он не призывает к переговорам, он призывает к тому, чтобы сдаться. Патетично заявила Харрис. Впрочем, как выяснилось, американская сторона вовсе не против дискуссии с широкой по мирному плану Путина. Так, помощник президента штата по надбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтону было бы интересно мнение Китая по этому поводу. И пока США играют в свою игру, не желая мира, пока Зеленского представляют как легитимного лидера, пытаясь исказить действительность, страны мира уже не готовы полноценно следовать курсу США в лице коллективного Запада. Призыв к тому, что не следует применять международное право избирательно и забывать о других конфликтах, прозвучал и на саммите в Швейцарии. Так, приглашенный на конференцию премьер-министр восточного Тимора Шанана Гужман высказал явно не то, что рассчитывали единомышленники Украины. В частности, он напрямую заявил, что проблемы Киева не единственные в мире. Для Зеленского, думается, это были неприятные слова. «Сегодня мы продолжаем видеть избирательное применение международного права. Нация, которая воспевала неприкосновенность международного права, становится тем, кто его нарушает», заявил спикер. «Прямо сейчас в мире продолжается около 65 противостояний. Даже если они окажутся далекими от наших собственных стран, мы не должны о них забывать». Это другое. Минфин США объяснил, почему передача «русских денег Украине» в кавычках «неворовство». Сомнительными отговорками после предупреждения Владимира Путина выступила Джанет Йеллен. С заявлением выступила глава американского ведомства Джанет Йеллен. В комментарии до телеканала она отреагировала на слова президента России Владимира Путина. Он ранее предупредил, что если западные политики присвоят валютные резервы нашей страны, то Москва будет воспринимать это не иначе, как воровство, и ответ не заставит себя ждать. Министр финансов Соединенных Штатов не согласилась с такой оценкой. Она напомнила, что активы пока не изъяты, они просто заблокированы. И несмотря на то, что Россия не может свободно воспользоваться своим же средствами, речь не идет ни о каком воровстве», – заверила Йеллен. Но не секрет, что США и их сателлиты направляют дивиденды от использования резервов нашей страны Украине. У главы Минфина США, впрочем, и тут нашлась отговорка. По ее словам, и это никакое не воровство. Доходы с управления деньгами России и правда передаются Киеву. Но эти дивиденды Москве якобы не принадлежат, поскольку сроки ее вложений уже истекли, утверждает чиновница. Таким образом, средства России лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права, пояснила Йеллен. Ранее политик Олег Царев заметил в беседе с Царьградом, что в ситуации, когда западные страны де-факто забрали у Москвы деньги, нынешнее поведение нашего финансово-экономического блока, который не просто не вводит ответные санкции, но и продолжает выполнять долговые обязательства перед противниками, выглядит совершенно абсурдным. Цитата. «Это вообще цирк. У нас забрали активы, а мы добровольно с барского плеча гасим народными деньгами кредиты. Это глупость полная. Все решается с помощью силы. Если мы сильны, то с нами будут считаться. Если мы заморозим деньги в том же объеме, тут же придут капиталисты. Будут с нами договариваться о том, как провести обмен, как сделать так, чтобы все было нормально. Если мы будем сидеть и рассказывать им про нормы международного права, они просто посмеются, покрутят пальцем у виска. И на этом все закончится. Поэтому надо быть решительными. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Будьте здоровыми и счастливыми. Всем нам мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok